Вопрос от Субашиша Мукерджи. Он спрашивает, «Я хочу узнать правду о черной магии. Мои друзья из других штатов Индии верят, что черная магия зародилась в Западной Бенгалии. Насколько это правда?» Это очень бенгальский вопрос. Они спрашивают не о том, сколько правды в самой черной магии, а зародилась ли она в Западной Бенгалии. А люди из штата Кэролла считают, что она зародилась у них. И те и другие не прочь, приукрасить свои достижения. Ведь среди них много рыбаков. Не так ли? Точно так же, как сегодня у нас есть семейные врачи, когда-то в Индии были семейные колдуны. Почти у каждой семьи был кто-то для соответствующих консультаций, потому что эти практики были широко распространены. Зародилась ли черная магия в Бенгалии или Кэролле? Нет. Я думаю, что она, лучше всего, сохранилась в Бенгалии или Кэролле. В других местах ее роль ослабевает. По сути, вы говорите об оккультизме. Оккультизм — это определенная технология, которая позволяет использовать свои энергии для создания некого воздействия. Поскольку на рынке был спрос на негативное, люди использовали оккультизм больше в негативных, чем в позитивных целях. Он может быть использован и позитивно. Любую технологию можно использовать и в позитивных, и в негативных целях. К сожалению, негативное использование стало значительно превышать позитивное. Поэтому люди начали думать, что оккультизм — это что-то плохое. Нет. Его использование, к сожалению, стало негативным. Оккультизм можно использовать и во благо. Использовать «во благо» означает, что с его помощью вы можете проображать жизни. Можете помочь людям избавиться от проблем с физическим и психическим здоровьем и сделать многое другое. Вместо этого, из-за того, что преобладает спрос на негативное, оккультизм получил отрицательный образ. Что такое оккультизм? Сегодня у всех вас есть смартфоны. Предположим, что сто лет назад у вас оказался смартфон. Вы смогли бы утверждать, что обладаете оккультными силами, потому что просто взяли бы и поговорили с кем-то в Америке, и все были бы в шоке. Да или нет? Оккультизм — это просто технология. С ее помощью можно использовать свои энергии, чтобы общаться с кем-нибудь на расстоянии. Но чем больше развиваются современные технологии, тем меньше остается потребностей в оккультизме. Значительно меньше. Потому что многое, для чего раньше использовали оккультизм, сегодня может быть сделано без него. Вы можете отправить сообщение в WhatsApp, вам больше не нужно сидеть и концентрироваться, чтобы отправить кому-то послание. Ведь на это уходит гораздо больше энергии и времени. Так что обмен сообщениями полностью отделился от оккультизма. Но раньше оккультизм в основном использовался для передачи посланий самыми разными способами. Вы слышали о телепатии, телекинезе и многих других способах делать что-то на расстоянии. Но сегодня все это делается с помощью обычных технологий. Поэтому оккультизм или потребность в оккультизме исчезают. Потребность исчезает и, возможно, исчезнет почти полностью. Можно сделать некоторые вещи, но самое главное, если бы мы создали общество, в котором все, что вы получаете, используется в позитивных целях, то оккультизм мог бы быть огромной возможностью, как и любая другая технология. Как я уже говорил, большая часть технологий используются для разработки вооружений, боеприпасов, ядерных бомб и все более и более разрушительных вещей. Эти же технологии можно было бы использовать для чего-то другого. Можно было бы сделать что-то позитивное. Но этого не сделали, потому что существует спрос на негатив. То же самое произошло и с оккультизмом. Что касается твоего друга... Судя по тому, что я слышал, Керола лидирует в оккультных практиках. Даже сегодня. Следом идет Западная Бенгалия. Затем, вероятно, некоторые северо-восточные штаты. Но там очень простой оккультизм. Оккультизм Керолы довольно развитый. Оккультизм используют индейцы Северной Америки, хотя в основном это очень простой обмен сообщениями. Но теперь у всех есть смартфоны. Так что время оккультизма заканчивается. Я думаю, что одно время оккультизм был очень распространен в Кашмире, Бенгалии, Керола, Северо-Восток и некоторые части Андропрадеша и Ариши. Но сегодня этот рынок переживает кризис.